Всем привет! С вами Дед! И сегодня я продолжу вам рассказывать про китайские ништяки в формате лего-подделок. Но не про биониклов на этот раз, а про кое-что не менее интересное. Видите ли, помимо обычных биониклов, я люблю Человека-паука. Это вообще мой любимый супергерой, помимо Бэтмена. Он классный, замечательный. И мне всегда нравились лего-воплощения этого персонажа, потому что любые персонажи в формате лего смотрятся прикольно. Лего-человек-паук это классно. Человек-паук это персонаж, у которого было на самом деле за все долгие годы его существования огромное количество различных воплощений. Как и разных костюмов, так и разных персонажей, которые носили эту маску с классными линзами. И в формате лего наборы по Человеку-пауку в основном какие-то всратые всегда были. То есть какие-то странные роботы, боботы, какие-то летательные непонятные штукенции. В лучшем случае какие-нибудь сцены из фильмов, да, но тоже небольшие. И реально классных наборов, которые классны как наборы, их можно по пальцам пересчитать. И на сегодняшний день, насколько я знаю, самым крутым набором по Человеку-пауку для фанатов этого персонажа считается Дэйли Бьюгл. Собственно, вот этот вот огромный набор, который стоит миллион денег. И в нем самое классное то, что, ну помимо того, что это типа очень важное здание для Человека-паука, там очень много мини-фигурок. 24, я напишу сколько точно. Мини-фигурки не все крутые, но в целом весьма интересные. Не все крутые, потому что не все из них это фигурки Человеков-пауков, да, там или других персонажей. Но набор классный. Но он стоит прям безумно дорого. И как раз основная стоимость складывается не из-за огромного количества деталей, хотя это тоже несомненно присутствует, а как раз из-за большого объема мини-фигурок. Я думаю, всем известно, что чем больше в наборе мини-к, тем дороже набор по мнению Лего. Вот. И хочется, конечно, себе много разных персонажей, Человеков-пауков в коллекции, но не всегда получается всех отхватить, учитывая то, что некоторые из них какие-то лимитные были, некоторые наборы просто не найти уже и так далее и тому подобное. И далеко не все персонажи вообще выпускали из формата Лего. Однако, мне тут попался абсолютно невероятный набор, который просто взорвал мне мозг своим существованием. Но есть один нюанс, который заключается в том, что это не набор Лего, а набор некой китайской компании, которую, как вы знаете, китайцы сейчас очень круто делают, очень качественно, и я поэтому заинтересовался этим набором. он стоил, конечно, не бесплатно, но для своего формата я думаю, это вполне себе недорого. Что же это за набор, спросите вы? А это вот такая вот огромная коробища под названием Spider Book. Что этот набор из себя представляет? Он представляет из себя, собственно, книгу Человека-пука, как сказано в названии. Это огромный стенд в формате книги, в котором содержатся 54 мини-фигурки. И это не просто некий персонаж, а это важный персонаж из Селены Человека-паука, либо его какие-то различные костюмы, либо просто различные итерации воплощения этого героя. И это очень круто. На коробках видите, просто гигантское. Здесь у нас сказано, что в ней 1888 деталей. Просто вау! А что внутри этой коробки? Насколько она наполнена содержанием? Так, мы сейчас с вами откроем и посмотрим. Собственно, когда мы открываем вот эту монструозную коробку, мы видим вау! Еще одну коробку! Кстати, вы оценили принт, что это Человек-паук с PlayStation 4? Вот этот Insomniac Games, который делают. Ну, прикольно, да? Вот, ну, эта коробка посвящена не только ему. Собственно, здесь у нас две еще коробки внутри. А, все, больше ничего нет. На обратной стороне, кстати, у нас, собственно, показаны все эти мини-фигурки, показаны все ништяки, все секреты. Круто! все это сначала нужно будет собрать. А в этих самых коробках в количестве двух штук располагается во-первых, очень толстая инструкция по сборке, а во-вторых, пакеты с деталями. Но дело в том, что я уже собрал этот набор. Я вам его сейчас покажу. Я не снимал сборку, но это не так важно в данном контексте. Буклет, собственно, инструкционный. Здесь у нас та же информация, тот же принт, спайдер-бук, и тут, собственно, инструкция по сборке. Инструкция, на самом деле, почему я все дело не снимал, довольно монетонная, то есть собирать-то саму книгу на самом деле не прям чтобы гипервесело. Мне очень понравился финальный результат, но процесс сборки я бы не назвал гиперзахватывающим, потому что это просто плюс-минус одинаковые систем панельки, пластинки. Вот. То есть что такого? Собираем, да собираем, пока палец не отсохнет. Вот, но результат, конечно, классный. А в конце у нас здесь перечислены все Человеки-пауки во всех костюмах и, собственно, как их нужно собирать. То есть здесь начинаются принты и так далее, чтобы вы ничего не перепутали, потому что сами Человеки-пауки они частично разобраны внутри, ну, как полагаются системами мини-фигуркам. Ну, и в конце снова вид дисплея и вот это вот все. Так что давайте наконец-то посмотрим на саму эту книжку в сборе. А вот и эта самая книга Человека-паука. Как вы видите, это действительно огромная книга, которая выглядит ну, как книга, что логично. Результат, конечно, классный. То есть детальки, ну, это не Enlightened. Я не знаю, что это за бренд, потому что на коробке никого бренда не указано. То есть просто некий ноунейм. Что это? КСЗ, Белла, что бы то ни было. Не знаю. Но по качеству да, Enlightened не дотягивается. Если Enlightened это прям лего, то есть прям вау, классно. Здесь все-таки некоторые детальки, ну, скажем так, иногда сходились, соединялись ну, с некоторым усилием, что в лего неприемлемо в основном. Соответственно и в топовых подделках, типа Enlightened или Липина или что-то еще. Ситуация аналогичная. Книга потрясающая. У нас здесь на лицевой стороне собственно лицо Человека-паука. Оно прикольное. Его собирать было интереснее всего. У нас есть прям линзы. То есть сделаны из таких деталек. По-моему, это в футболе используется. Или что-то такое. Короче, все такие собираются. Само лицо объемное. Не знаю, сколько это передает камера. Оно то есть прям выпуклое. И здесь детальки собираются таким интересным образом, что получается как будто сетка на паутинку на маске Человека-паука. На боковой грани у нас здесь замочек, который не позволяет книжке раскрыться. Чтобы она не развалилась. Ну, чтобы она не развалилась, а чтобы не открывалась, когда не нужно. А на обратной стороне наклейка. Где написано спайлер-бук, логотип Человека-паука, а также написано, что это коллектор сэдишн билдинг блок черептер коллекшн. Что, собственно, и подразумевается, что это коллекционное издание для коллекционеров. Все понятно. И на как это называется форзац? На корочке, короче, на корешке тоже наклейка. К этим наклейкам некоторый вопрос, который заключается в том, что я не до конца понимаю, баг это или фичи. Дело в том, что все красные детальки, они ярко-красные, мата-красные такие, классные. А вот наклейки, они как видите, темного-красного цвета, что, соответственно, не коррелирует с остальным содержанием. Это странно, на мой взгляд, но в целом не критично. Ну и что же, я томлю, давайте-ка все это дело откроем, наконец-то, и посмотрим, что там внутри. Мы откроем вот этот замочек, и здесь у нас вау! Вау! Просто вы посмотрите на все это потрясающее великолепие, обилие Человека-пауков. Ну, это как бы отвал всего. Здесь у нас, конечно же, много костюмов Человека-паука из игры по PlayStation 4. Я понимаю, что те костюмы это не все это оригинальные костюмы, что-то это в основном это из различных комиксов, но тем не менее в Человек-пауке от Insomniac были уникальные свои костюмы для игры разработаны, и они здесь также присутствуют. То есть, основной элемент вдохновения ясен, но при этом здесь и также другие спайдермены. Собственно, хочу вкратце пробежаться, что здесь я отдельно отснял каждого Человека-паука и позже во втором, скажем так, сегменте этого видео я вам покажу каждого из них красиво, чтобы вы могли посмотреть, что это за Спайдер-мен, насколько он классный, красивый, замечательный и, возможно, решит для себя. Может быть, вам тоже нужен такой набор, чтобы кайфовать по полной. Но если вкратце, собственно, у нас здесь, как я говорил, 54 Человека-паука, здесь пауки из разных вселенных здесь есть и всякие классические персонажи, есть персонажи из фильмов, то есть здесь есть пауки Магуайра, здесь есть паук Гарфилда, здесь есть паук этого Хохланда, вот, пауки Морализа, да, Гвен, из, именно вот, вид костюма из через вселенные, и много-много-много других пауков. Они все очень крутые, очень потрясающие, невероятные, и что хочется отметить, это качество этих самых фигурок. Видите ли, китайцы не пожлобились на принты, поэтому принтов здесь достаточно, и они все классные. У нас есть принты на деталях ног, на деталях ручек сбоку, то есть, в Лего сейчас тоже, конечно, так делают, но в основном они жидятся, да, то есть, все мы знаем, насколько Лего лишний раз не готовы раскошелиться на отдельный принт, да, вот, например, Человек-паук из набора с мехом, у него принтов на руках нет, то есть, здесь просто синий цвет, то есть, мы как вот раньше делали, принт только спереди и сзади на тельце, да и все, собственно, вот. А у этих ребят, у них у всех принты на руках, на ногах, то есть, все, что нужно, все у них есть. Это очень круто, и, что самое потрясающее, многие из этих самых пауков в Лего вообще никогда не встречались, либо встречались, но крайне редко. То есть, ну, допустим, Человек-пауки Тоби Магуайра, они потрясающие, то есть, у них тоже есть и серебристая паутинка, то есть, все классно, линзы правильной формы, принты везде на месте. И в Лего Человек-паук тоже выходил, но он выходил в 2002 году в старых наборах, в 2001, да, то есть, тогда и технологии были попроще, то есть, Лего не умел так делать. А также был перевыпуск сейчас этих персонажей вместе с Эмейзингом, набор по «Нет пути домой», но, честно говоря, даже там фигурки, да, они, конечно, официальные, и все такое, но они не настолько крутые, как вот эти персонажи. То есть, они все очень классные, у них потрясающие всех принты, и, что по самой книге, она прочная, она не разваливается, то есть, после сборки все классно, все стенды отлично подходят, пауки на них замечательно стоят, и это просто невероятно. И знаете, что классно? С ними всеми можно поиграться, побаловаться. У них есть огромное количество возможностей для позирования. Я не прикалываюсь. Дело в том, что помимо самих мини-фигурок и базовых, скажем так, аксессуаров к ним, ну, например, у Гвен есть капюшон, у Нуара есть плавающий шляпа и так далее. То есть, тоже есть какие-то детали-аксессуаров на самих фигурках. К ним всем есть вот такой вот огромный пакет невероятных аксессуаров. Их реально чертовски много. То есть, все, что вам может понадобиться для позирования ваших любимых спайдерменов, все на связи. Здесь есть и огромное количество вот таких всевозможных лапок, как у Железного Человека-паука. И они, естественно, не только у него встречались. Разных размеров, разных цветов, то есть, под разных пауков, соответственно. Есть фирменные леговские вот эти вот спецэффекты с паутиной. Тоже, видите, их даже не все распаковывал, потому что, блин, просто очень много. То есть, вам всем хватит. и такие паутинки, да, большие. И вот такие вот сборные паутинки. То есть, есть всякие статичные, то есть, что угодно. Есть также щиты вот эти паутинные. Я так понимаю, они для паука из по костюму, по фильму. А, красный пути, потому что у него такой золотой был. Или нет, я не знаю. То есть, есть даже вот такая вот красивая лазерная салатовая паутина. И есть вот мои самые любимые, так сказать, классические. Это вот эти вот веревочки, такие гибкие паутинки. То есть, позировать можно как угодно. И, что, кстати, отдельное хочу отметить, вот эти детальки лапок, они уникальные. Они очень сильно отличаются от леговских. у лего это в основном, насколько я знаю, либо детальки используются, которые пальцы экзофорсов, на спину крепятся, либо что-то подобное. То есть, они не шибко пластичные, они на самом деле довольно стрёмненькие. Ну, допустим, для железного паука, у которого должны быть длинные лапы, чтобы там классно ползать. У него в лего такие маленькие зашитные ручки, а здесь это просто новые детали. То есть, я в лего таких не встречал. и возможно не увижу. Все эти секции подвижные, они очень круто выглядят, они красивые, и они причём тоже есть разных размеров, то есть, под разных персонажей есть такие более длинные сочленения, есть более короткие. То есть, как вы хотите запозировать своего паука, так вы, собственно, это и делаете. Тут даже какие-то сюркины есть. Я даже не знаю, зачем они могут понадобиться, но они тут есть. И то есть, это прям вау, столько паутинок, соответственно, вот эти прозрачненькие детальки, которые вставляются в руку, здесь тоже есть в избытке, и можно всех позировать просто как у души угодно. У меня не хватает слов, чтобы описать, это просто невероятный набор, мне кажется, всем фанатам Человека-паука он прям нужен. Он безумно крутой, чтобы получить разом всех нужных персонажей. Персонажи даже по старым фильмам, по новым фильмам, по мультфильмам, по комиксам, все, что хотите. Для меня вот главное, на мой взгляд, ради чего стоит этот набор брать, это мой любимый Spider-Man Unlimited. В LEGO этот набор вообще, ну, вернее, персонаж вообще никогда не встречался. Непобедимые Spider-Man А он мало того, что присутствует, так он еще и очень крутой. У него есть классный плащ вот этот его а-ля паутины, да? У него тоже классные принты спереди, сзади, на руках. Он крутой. Невероятный. Да когда в LEGO когда кто-нибудь вспомнит про этот мультик вообще? Да никто и никогда. А тут, пожалуйста, все, что вашей душе угодно, все пауки тут есть. Естественно, это не 100% человеков-пауков, которые существовали во вселенной, все-таки мультикер-телен, их дохрена. Но тут они есть многие, все, что вам может понадобиться, все тут есть. А еще, кстати, целый пакет набрался запасных кистей. Тоже прикольно, интересно, все детали присутствуют, отсутствующего здесь не было. Это невероятно. сейчас я вам дальше покажу каждого человека-паука в подробностях, чтобы вы посмотрели на них на всех и могли составиться собственное мнение. А знаете, что еще очень круто? дело в том, что помимо такой вот спайдербук есть еще один набор этой же ноунейм фирмы, который называется книга железного человека. И если вы фанат железного человека, то это еще больше от Валбашки. Они стоят примерно одинаково, но книга железного человека, да, правильно, железного человека, она, соответственно, про Айронмена. То есть там есть все возможные марки, все костюмы человека, железного человека. Если вы фанат, то, думаю, тоже вы оцените. Очень классно. Если вам не нравятся эти Человаки-пуки, можете просто отсюда, собственно, выкинуть. Нет, не стоят, они потрясающие. Я к тому, что дисплеить здесь фигурки очень классно, то есть вот такая потрясающая еще раз покажу стенд. И я чертовски доволен этим подарком от себя к себе, и я очень рад, что китайцы продолжают нас радовать такими ништяками, что они их делают качественно, классно, замечательно. И можно играться с Человеками-пауками. Просто купить один набор, и все, тебе все нужны эти Человаки-пауки, ты можешь разыгрывать с ними все сценки и быть счастливым, довольным человеком. И, кстати, про счастливого, довольного человека. У меня есть друг Сергей, также известный в интернете как Джар. И мы ему с друзьями скинулись и на день рождения подарили книгу Железного Человека. И давайте же, он снял небольшой обзор на это дело. Давайте мы с вами этот обзор и посмотрим. Обзор на книгу. У нас всего 15 секунд, поэтому погнали. Книга тяжелая, уместистая, я смог ей убить свою собаку. Открывается очень неудобно, но открывается. Блин, ты кривые, как лакияж моей бывшей. Не, ну, в целом нормальное большинство. Марку 23, гамми, не звезды, перчатки, почему у него человеческие руки. Спины пустые, как глаза моей бывшей, когда она мне говорила, что мы разводимся. Мой сын отказался от моего отцовства и от моих элементов, когда увидел вот это. Хорошая книжка мне очень нравится. такой набор будет, мне кажется, отличным подарком для фаната Лего, фаната Человека-паука и, конечно же, фаната Лего Человека-паука. Собственно, на сегодня у меня все. С вами был Безымянный Ворон, вы можете подписаться на канал, я буду этому очень рад на самом деле. И увидимся с вами в будущих видео. на сегодня у меня все. Всем пока! К слову, про всех этих Человек-пауков. В книжке вот этой самой инструкции в конце есть описание всех этих пауков, естественно, по большей части на китайском. И мне на самом деле пришлось провести некоторые исследования, чтобы понять, кто здесь есть кто, потому что большинство иероглифов переводили как просто Человек-паук. Вау, это, конечно, информативно. Вот, поэтому сейчас я вам покажу всех этих Человек-пауков в подробностях и вкратце поясню, кто есть кто. Возможно, вы откроете также для себя что-то новое. Поэтому давайте начнем! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok